Допустим теперь, что нас не очень интересуют сами частоты, частотные таблички, остатки тоже нас, допустим, не очень интересуют, мы хотим с другой стороны получить результат сразу по четырем переменным, чтобы каждый раз не менять в интерфейсе по очереди переменные друг на друга. Не очень удобно. Есть такая возможность в SPSS. Correlate, Devarate. И здесь мы помещаем в рабочее окно четыре интересующих нас переменных сразу. Оставляем все остальное по умолчанию, нас потому что именно Pearson интересует, поскольку псевдоинтервальные переменные у нас на повестке дня запускаем. И видим сразу единственную табличку, которая при этом очень показательна. Двумя звездочками отмечены коэффициенты, которые статистически значимы, причем на 99% уровне значимости. То есть их significance меньше 1 сотой. Не 5 сотых, даже 1 сотой. Итак, у нас все коэффициенты значимы. Они все очень большие. То есть это все говорит нам о том, что около 70% нашей выборки подвержены именно действию этих закономерностей. В головах эспондентов есть четкая связь. То есть если какой-то эспондент доверяет парламенту, то скорее всего он доверяет легальной системе, доверяет полиции, доверяет политикам. Если какой-то эспондент не доверяет полиции, например, он не доверяет и парламенту, и полиции, само собой, и законодательной системе, и политикам. Это, собственно говоря, и есть исходный шаг для применения факторного анализа. То есть мы предполагаем, что за нашими наблюдаемыми переменами стоит некая более глубокая латентная переменная, которая заставляет человека одинаково относиться к полиции, к парламенту, к легальной системе, к политикам. Так что очень важно измерять связь. Во-первых, очень важно понимать, что такое нулевая гипотеза. Во-вторых, очень важно понимать, как тип шкалы признаков влияет на то, какие методы можно применять. В-третьих, очень важно понимать, что значит есть связь, нету связи. Положительная связь, отрицательная связь. Сильная связь, слабая связь. В-четвертых, надо понимать, что связь измеряется как в целом для таблицы сопряженности, любой коэффициент в целом измеряет связь, так и для отдельной категории. Можно посмотреть, есть связь или нет. Вот мы смотрели, красненькие ячейки говорят о наличии связи для отдельных категорий.